Когда есть любой остроугольный треугольник, то вы можете сделать очень простую вещь. Взять у него серединный перпендикуляр, то есть разделить сторону пополам и взять серединный. Взять здесь серединный перпендикуляр, и эти две прямые где-то там пересекутся. Заметьте, они пересекутся внутри треугольника. Когда у вас пересечение произошло вне треугольника, это как раз случай туфоугольного. Эти два отрезка равны, потому что серединный перпендикуляр. И эти два отрезка тоже равны, потому что серединный перпендикуляр. Вот. Ну и соответственно, возникает описанная окружность, да? Все понимаете? Ну, здесь не что-нибудь, но, в общем, надеюсь, все понимают. Если вы берете промежуточный случай, то есть случай, когда у вас в точности центр окружности попал на сторону треугольника, то, как мы с вами уже обсуждали, это будет прямой угол. Помните, да? Вот. Если вот эти отрезки равны, то здесь вот углы равны. Эти отрезки равны, значит, здесь углы равны. Сумма вся 180, половинка 90, а здесь 90. Вот и есть тупоугольный треугольник, центр окружности вне, остроугольный треугольник, центр окружности внутри, прямоугольный треугольник, центр окружности на стороне, на самой длинной стороне, которая в этом случае называется гипотенуза, а вот эти две стороны называются карсты. Отлично!